Тёмные улицы промозглого Дануэлла поглощал туман. Перемешавшись с едким дымом из трубки табойни Ротвельда, он был пронизан тошнотворным запахом гнили и увядания. Но не только это полнило его. Кроме тухлого амбре, человек, по несчастью соприкоснувшись с туманом, мог услышать вой – жалобный, скорбный, молебный плач о милости. Он, нарушая все законы известной физики, и возникал сам по себе в голове каждого, кто ещё был способен на эмпатию в этом жестоком мире. Тихий убийца в маске как раз обладал этим редким даром. По крайней мере, так говаривали жители, которым повезло увидеть в деле безмолвного ассасина. Невозможная скорость, нечеловеческая сила и ловкость, телепортация. Все эти происки чужого и рядом не стояли с обыкновенной человечностью, что в среде жителей таяла словно свечка из ворвани. Общество боялось само себя. Ни хворь, поразившую столицу, нет – себя. И поэтому осиротевшая улица, по которым непрекаянно бродили прокажённые, поглощала белёсая мгла. Немой убийца, в свою очередь, сидел на недосягаемой для смертных вершине и холодно наблюдал за трагическим зрелищем. А вот слушал ли он песнь «Туманы» или нет, зависело только от игрока. Всем привет! Вы на канале IGM. В этом видео сценарист Иван Косолапов, закадровый голос Антон Киреев и монтажёр Алексей Зайцев пояснят вам за феномен одной из самых красивых геймплейно глубоких игр десятых годов. Сегодня у нас на повестке Dishonored, если вы ещё не поняли. Присаживайтесь, как можно удобнее. Возьмите плед и что-нибудь тёплого напопить. Также проверьте подписку и колокольчик. Всё нажато? Тогда вперёд за нами на крыше Дануэлла! Идея Dishonored пришла в голову Михаэля Калантонио и Харви Смита в одно время. Плюс-минус тогда, когда эти двое познакомились. Речь идёт о 2006-м, незадолго после релиза The Dark Messiah of Might and Magic. У обоих уже был немалый опыт в производстве игр, у обоих было немалое желание сделать что-нибудь особенное. Посидев да подумав, Калантонио и Смит поняли, что ни разу не видели тайтла, где геймер брал бы под управление наёмного убийцу с суперспособностями. Агент 047, чья суперспособность заключается в сохранении молодецкой свежести при возрасте в полтос, не в счёт. Плюс в проектах о Хитмане не было разнообразия по выстраиванию сторителлинга, то есть сюжет всегда был прямой как палка и от геймера не зависел. Решение этой проблемы тоже пришло Михаэлю и Харви в голову в качестве исключительного качества будущей игры. Что, если действия главного героя будут напрямую влиять на окружающий мир и то, какие изменения он начнёт претерпевать? Идея звучит по меньшей мере интригующе, не так ли? Вот и разработчики так решили, а потому приступили к работе, параллельно разыскивая кого-то, кто осмелился бы взять под крыло смелую новинку. Таким храбрецом оказалась Бетезда. Контора Тодда Говарда увидела потенциал фантазии двух бывалых разработчиков и уговорила свою материнскую компанию Zenimax выкупить ребят. К слову, их студию звали Arkane. На самом деле иронично, что мультсериал 20-го года, который многие в визуальном плане сопоставляли с Dishonored, назывался как студия, сделавшая игру Arkane. Это просто интересный факт, который наталкивает на вопрос, почему проект 11-летней давности вспоминают в контексте его визуального стиля. Давайте разберёмся. Суть в том, что обесчищенный — это тот редкий случай, когда вместе сошлись все факторы, которые просто не могли сойтись. Я уже рассказал вам предысторию начала работ, а теперь к ней нужно добавить ещё две детали. На обрастающий мясом проект в качестве левел-дизайнера, главного художника и центрального концепта-артиста позвали Виктора Антонова, Себастьяна Миттона и Седрика Пейроверна, соответственно. Эти трое сделали мир Dishonored таким, каким мы его знаем. Глубоким, функциональным и продуманным. Пожалуй, добавить к идее Калантонио и Смита, стиль этих трёх было гениальным решением, благодаря которому у геймеров уже больше десяти лет есть проект, который запоминается одним лишь арт-стайлом. В самом начале не просто так появилось небольшое творческое размышление на тему Дануэлла, основной локации игры, на территории которой и разворачивается сюжет. Дело в том, что у Тайтла есть своя идентичность, атмосфера. И её не спутать ни с чем. Мы, геймеры, в целом очень любим запоминающийся антураж. Сталкер или Скайрим как доказательство. И вот Dishonored такой же. Это первая черта, образующая его феноменальность. Особенностью проекта является то, что, создавая его, тот же Антонов отстранился от фильмов и прочих игр. Ему очень не хотелось уйти в копирайт, поэтому пространство в игре такое самобытное и осязаемое. Хотя нет, стоп. Осязаемое оно по другой причине. Виктор долгое время проработал промышленным художником. Рисовать несуществующие машины, которые при этом выглядят как нечто рабочее, для него было нормой. Поэтому Дануэлл, в котором явственно виден след викторианской Англии, просто переполнен всякими технологическими ноу-хау. Это создаёт необыкновенный нарратив, который очень круто обыгрывается в сюжете. Но об этой целостности поговорим позже. Тут же надо затронуть другую целостность – визуальную. Дело в том, что в такое собрание из домов и тёмных подворотен надо реалистично вписать людей. Милтон и Пейра Верна очень хотели, дабы персонажи выглядели как герои картин, спустившись прямиком с полотен. Отсюда возникла характерная акварельная насыщенность проекта. Получилось, что планировка столицы будто сошла с фресок Доре, тогда как репрезентация города была сделана в лучших традициях грим-шоу. Ну а NPC... А что NPC? Вы сами всё видите и хоть убейте, но мне кажется, что авторы мегапопулярного Аркейна одним глазком, но подсмотрели идею у обесчищенного. Ведь это было бы неудивительно. Игра выглядит как произведение искусства и привлекает внимание уже одним своим визуалом. Поэтому с этого было решено начать ролик. С того, что сразу бросается в глаза. А теперь, когда первая часть феноменальности раскрыта, давайте копнём... Глубже. На GDC 2017 года левел-дизайнер Стив Ли рассказал, что при работе над каждой новой игрой в компании пользуются холистическим методом. Он подразумевает, что все три составные части проекта — это история дизайна и геймплей — поддерживают и подкрепляют друг друга. То есть сюжет неразрывно связан с визуальным стилем, визуальный стиль — с игровым процессом, а игровой процесс — с сюжетом. Получается такая замкнутая и самостоятельная экосистема, в которой любая часть имеет свою роль и описание. Тот же стиль. По всем канонам Виктора Антонова в нём преобладает вертикальная айдентика. То есть тут очень много высоких зданий, с которыми геймер волен взаимодействовать. Помните, как во второй холве, над которой также работал Антонов, из любой дыры можно было увидеть цитадель? Тут немного иначе. Из любой дыры с большим трудом можно рассмотреть небо, потому что оно перекрыто людскими постройками, которые грузно нависают над улицами города. И для такой архитектуры есть оправдание. Действия сюжета разворачиваются в столице империи Гристоль, в городе Данволл. Империя, как понятно по названию, довольно зажиточное государство, поэтому его столица – конгломерат всех тех процессов и трендов, что её переполняют. Тут сочетаются шикарная жизнь сливок общества в квартале особняков и жалкое существование пролетариев в трущобах. Город очень активно развивался и потому привлёк большое количество людей, отчего тут много жилищных площадей. Но пустуют они уже по другому поводу. Пришла чума, которая начала выкашивать население не хуже чёрной смерти в Европе XIV века. По такому полумёртвому Данволлу и путешествует Корво – главный герой игры. К слову, именно в честь него она и названа, ведь Дизонорд, как вы уже поняли, означает «обесчещенный». По сюжету ГГ является официальным защитником императрицы и неофициальным её любовником. Как только он в самом начале прибывает из командировки, в которой пытался найти лекарство от проказы, что поглощает государство, его радостно встречает как сама императрица Джессамина Колдуин, так и её дочь. Уже здесь в голове возникают мысли касательно определённой… глубокой связи между Корво и Джессаминой, результатом которой и стала девочка Эмилии. Но о ней попозже. В конце концов, и сами герои не торопятся об этом говорить, есть дела посерьёзней. Город умирает. Однако только правительница узнаёт, что этот процесс пока не остановить, она умирает сама. Правда, не от чумы, а от рук наёмника Дауда, одного из лучших персонажей видеоигр в целом, но вы пока просто запомните этот тезис, обсудим его потом. В смерти Колдуин-старше обвиняют Корво. Всё, недавний лорд-защитник теперь презренный заключённый. И вот с самого низа общественной иерархии игроку предстоит подняться до самых верхов, дабы справедливость восторжествовала. И на этом пути ждёт много развилок. Предстоит выбирать, кого убить, а кого помиловать. Помочь случайному гражданскому или оставить его на произвол судьбы. Каждый такой момент сказывается не только на героя, но и на окружающем пространстве. Если геймер выбирает роль пацифиста, то чума отступает, крыс на улицах становится меньше, стража не лютует. В общем, мир будто ощущает, что у человечества ещё есть шанс, и потому сам приходит в норму. Так сказать, природа настолько очистилась, что в канализацию вернулись прокажённые грызуны. В обратном же случае финал истории представляет из себя очень трагическое зрелище. Большинство союзников мертвы, империю не сберечь от натиска болезни, а сам Корва является призраком, несущим смерть. Притом, игра подсказывает, что ГГ утрачивает человеческий облик. Перед финалом, когда игрок заглядывает в комнату Эмили, он видит собранный из рисунков портрет антагониста. Подписан он следующим образом. Папа. На том часу прохождения эта информация уже не является секретом, но всё равно здорово. В любом случае признание отцовства – это ещё не всё, ведь под ним изображено либо лицо Корва, либо бесчувственная маска убийцы из Дануэлла. И только от поведения геймера зависит, что он увидит в этой сцене. По мне, так прекрасная связь геймплея, сюжета и визуала. Подобное делает историю глубже, а персоналии – живее. Вот ещё пример. Прислуга из Пёсей Ямы – паба, куда приплывает Корва сразу после освобождения. За каждым из местных стоит своя история, которая способна сказаться на сюжете. В этой обители любителей выпивки собрались революционно настроенные граждане, у которых сохранилась ещё хоть какая-то часть власти. Они не видят ничего плохого в том, чтобы быть рядом с обыкновенными жителями города. Поэтому и выходит, что Яма – это сборная солянка из слоёв общества. Тут Корва встречает Калисту Карноу, гувернантку принцессы Эмили. Интересна она тем, что в первой же миссии просит не убивать своего дядю, капитана городской стражи Джеффа Карноу. Притом, как-то убрать персонажа всё равно надо. Поэтому тут уже игрок должен выкручиваться, искать нелетальные методы. Усилия вознаграждаются нарративом. В финале Калисту не убивают предатели, а позже она воссоединяется с дядей. При ином сценарии развязка, как вы понимаете, другая. Таких моментов в игре полно. Пойди той дорогой или той, но знай, дорогой геймер, что каждая даст о себе знать в конце. А некоторые будут упомянуты ещё позже, в дополнениях. Дизонард настолько многослойна, что её сторителлинг органично опоясывает DLC, в которых главным героем выступает убийца-императрица, тот самый наёмник Даут. Тут он предстаёт как глубокая личность с сильным внутренним конфликтом, который вырос на почве осознания личной вины и несоответствия своих поступков собственной морали. Очень сложная и классная тема, раскрытая отлично. Поэтому я и назвал Дауда лучшим. В основной же игре геймеру предстоит решить, умерщвлять наёмника или нет. Два дополнения, которые по объёму как отдельная игра, в свою очередь дают понять, что между ним и Корво не так мало общего. Если главный сюжет рассказывал о том, как человек всеми силами возвращает себе себя, то доп-контент делает то же самое, но с другой перспективы. Игра демонстрирует кризис идентичности, что в одном, что в другом случае. И делает это не хуже произведений Достоевского. Я специально не разбирал сюжет по косточкам, потому что считаю, что если вы до сих пор не прошли тайтл, вам стоит это сделать. Затронутые тут темы очень красиво легли на её стиль, углубив мир и неписи в нём. Тяжело не проникнуться историей, когда она такая живая и, что самое важное, полна обыкновенных ценностей. Человечностью и самоосознанностью. Это ещё одно составляющее феноменальности Dishonored. Переходим к третьему. Геймплей игры — отдельный момент, за который каждому стоит попробовать её пройти. Дело в том, что по тому же сюжету главного героя одаривает сверхспособностями чужой, не тот, что в фильмах Ридли Скотта, а черноглазый парень лет 30. Он вечно молодой и вечно путешествует между реальностью и фантазией. Короче, нечто, что многие воспринимают как городскую страшилку. А она оказывается правдой и даёт ГГ, ну и ещё парочки персонажей игровой вселенной, нечеловеческие силы. Вот вам небольшой перечень. Телепортация, замедление времени, зрение сквозь стены с освещением живых существ, перенос сознания в зверей или других людей. Это далеко не всё, но в основном то, чем пользовался именно я. И прикол в том, что уже исходя из подобной сборки умений, можно организовать такое прохождение, что офигеете. А ещё вы наверняка офигеете от эксклюзивных роликов на нашем Бусти. Теории заговора в играх, культура отмены в индустрии, обзоры порно, игр, эти и другие ролики ждут вас всего за 100 рублей в месяц. За три сотни. Вы попадёте в секретный чат с авторами, а за 990 ко всему получите ещё и подкасты. Нас уже 7 тысяч! А значит ролику «Как погибло IGM» быть. Поэтому, если не хотите его пропустить, переходите по QR-коду или ссылке в описании. Спасибо заранее! И продолжаем. Вы наверняка видели такие записи геймплея. За пару секунд какой-нибудь про-геймер, который провёл в Dishonored сотни часов, разваливает городскую стражу под ноль. Выглядит очень здорово, потому как тут видна определённая стратегия. Игрок предполагает, куда ударят его болты после того, как закончится заморозка времени, понимает, сколько времени она продлится и знает самые короткие пути до своих жертв. Плюс удивляет то, как быстро и чётко меняется оружие. И тут надо понять один момент. Это не просто пользователь нашёл подобный метод прохождения. Нет. Игра первоначально предполагала, что таким образом в неё можно играть. Это называется глубина геймплея. Есть такой проект Vanquish. О нём сегодня многие забыли, к сожалению, так что если вы хотите, чтобы мы про него отдельно рассказали, пишите, устроим. Но зачем я тут его вспомнил? Просто изначально кажется, будто это довольно поверхностный, хоть и очень динамичный шутер. Лишь поиграв в него определённое время, понимаешь, насколько тут глубокая боёвка. Несмотря на жанр, боевик от третьего лица, Vanquish базируется на правилах файтинга или слэшера. Тут очень важны тайминги, менеджмент энергии костюма, умелая трата способностей в угоду тактике. Но ничто в игре на это не намекает. Геймер данные детали узнаёт лишь на опыте. Dishonored точно такой же. Разница лишь в том, что если геймдизайнеры японского экшена с самого начала задумывали игру с упором в специальной атаке и ритмику, то авторы из Arkane нет. Vanquish сделали так, что играй вы в него иначе, и будет неинтересно. А вот обесчищенный сделан так, что как в него не играй, всё равно круто. Тут можно на одном приёме вытянуть полное прохождение и не почувствовать скуки. Например, удушение. Да, это муторно, но если проникнуться созданным вокруг миром, то уже и не так грустным будет. А можно углубиться в изучение всех спецспособностей и так в них поднатореть, что ваше приключение будет выглядеть ещё более завораживающим, чем геймплей какого-нибудь Stealth Gamer Bear. Это очередной фрагмент гениальности игры. Её возможности. Dishonored — это чистокровный Immersive Sim. Мы не раз рассказывали про этот тип видеоигр на канале, поэтому если что, вот вам ролики, где уже всё объяснено. Игра настолько проработана, прописана и полна интерактивных объектов, что любая из окружающих геймера деталей может стать дополнением к геймплею. Опять же, схоластический метод. Всё поддерживает всё. Используете один приём, но наслаждаетесь повествованием и поэтому не ощущаете скуки. Так и планировали разработчики. Умело расстреливать какой-нибудь блокпост, пока летите вниз с какой-нибудь верхотуры — это тоже было задумано как нечто вероятное. Игра дарит такой разнообразный опыт, что очень легко найти нечто своё и следовать этому чему-то. Шлифует выбранный стиль, разнообразие способностей, а также всяких амулетов и прочих перков, которые то увеличивают здоровье, то делают вас ловчее, то улучшают действия эликсиров. Комбинировать все эти элементы очень интересно. Так и рождается своё интимное прохождение, которое является ядром геймдизайна. Разработчикам интересно создать пространство, в котором геймер сам уже будет экспериментировать ради нахождения своего темпа. Геймплей обесчищенного сам по себе феноменальная вещь, потому что зачастую даже во время питчинга проекта геймдизайнеры пытаются продать тайтл какими-то понятными броскими прилагательными. РПГ с открытым миром или скилловый многопользовательский шутер. Наш сегодняшний клиент. Игра, в которой можно построить такой геймплей, который захочет сам пользователь. Чего? Не кажется ли вам, что подобные описания действуют на инвесторов куда слабее? Поэтому удивителен уже тот факт, что Dishonored увидела свет. Её свобода действия, возможности и инструментарий для реализации как стратегических, так и ролевых моделей отыгрыша поражают. А ведь я ещё не упомянул о прокачке, которую сюда также добавили. Одна небольшая игра объединяет в себе огромный пласт гейм-культуры на уровне одних только механик. РПГ, стелс, экшен, тактика, сюжетное приключение. В дополнениях к этому перечню добавляется командное прохождение, потому как у Дауды есть способность призывать других ассасинов. Чёрт, да это же феноменально! Возможно, именно так воскликнули в беседке, когда увидели первые наработки по проекту и решили взять его под своё крыло. Что ж, поблагодарим их за смелость и подведём итоги. Вспоминая, как обесчащенный вошёл в геймерские разговоры, мне почему-то в голову приходит не рекламная кампания или офигенные трейлеры, а обыкновенная народная молва. Синематики были просто отменные. Музыка в них, как и во всей игре, к слову, вовсе отдельный вид искусства, который лично у меня в плейлисте по сей день играет. Но так получилось, что ни одного ролика по проекту я не видел ровно до тех пор, пока сам в него не сыграл. Уже после я просмотрел до дыр синематики, прослушал все песни и оценил, как в целом игру продвигали авторы. Средне, ведь до меня, активного геймера, в 2012 году рекламная кампания не дошла. Но тут тот самый случай, когда тайтл настолько хорош, что после его посещения о нём говорят твои знакомые. Так что, Антоха, спасибо большое. Твой совет очень помог, а видосик игрооргий так и вовсе почистил оставшиеся сомнения скачивать или нет. По итогу я влюбился. Без шуток Dishonored вторая в моём топе лучших игр после Сталкера. Вот к чему привело сарафанное радио. И в этом тоже виднеется феноменальность. О проекте говорили либо в непонимающем тоне, мол, что это, либо позитивно, или вовсе восторженно. На это, как мне кажется, есть своя причина. Геймеры банально были удивлены увидеть настолько необычный тайтл. Такой игры с таким стилем, нарративом, свободой и механиками ни до, ни после не было. Аркейн представили что-то совершенно оригинальное. Опять же вернёмся к дизайну. Гляньте только, тут смешаны отзвуки промышленной революции с её паром и шестернями, а также изобретение Никола Теслы. А ведь между этими двумя элементами истории в реальности почти век разницы. Здесь всё сразу. И выглядит это органично. Теперь же опустим артстайл и посмотрим на историю. В этом плане вроде ничего оригинального. Обыкновенная месть и борьба за честное имя. Уже не раз такое видели. Но как сделано? В фильмах сценарии подвластны определённой структуре, которую тяжело приспособить к играм. Например, в кино одной из ступеней развития персонажа является отрицание Зова к странствиям. Что-то толкает ГГ вперёд, но тот отказывается выходить из зоны комфорта. Решается он только после того, как понимает, что может потерять нечто очень важное. На подобное уделяется пару минут в кино, в том же «Хоббите», например. Это даёт прочувствовать живость персонажа. Игре же такая заминка нахрен не нужна. И как тогда сделать центрального персонажа живее и глубже? Дать ему мотивацию посильнее решили разработчики из Аркейн и просто поставили Корво перед фактом. Он умрёт, если сейчас же не начнёт действовать. А уже по мере этого игрок вливается как в окружающий мир благодаря сотням записок, так и во внутренний мир персонажа благодаря реакции окружающих людей на ГГ и его поступки. Ну и последний момент. Геймплей. Полная свобода в досконально продуманном и воссозданном мире. Множество игровых механик, которые можно использовать совершенно для разных стилей прохождения. Здесь даже что-то одно выделить не выйдет, потому что феноменальность кроется в многообразии и функциональности. Каждая способность эффективна и действует по-своему. Её использование зависит только от желания геймера. Хочет ли он, подобно Джокеру видеть мир в огне или готов трудиться для его процветания? Без лишних слов, в это надо сыграть. Итого получается, что феноменальность Dishonored кроется в её оригинальности по всем фронтам. Это ладно, скроенная, глубокая, как геймплейно, так и сценарно видеоигра с необыкновенным миром. Такого проекта не должно существовать, но он и есть, и я предлагаю отпраздновать этот невероятный поворот событий следующим образом. Приобрести тайтл любым более-менее легальным способом, если ещё его нет в вашей библиотеке, и пройти историю Корва и Дауда от начала до конца. Всё-таки это стоит сделать хотя бы ради того, чтобы на финальных титрах услышать это. А наши ролики стоит досматривать до финальных титров хотя бы ради пожелания вам хорошего времени суток. Напоминания о наших соцсетях ВК, Твиче, Дискорде, ТикТоке, напоминания о подписке на Телегу и Бусти, а также вот этой фразы «Не болейте». Айо, ребятки, сегодня в 17.00 мы по традиции будем интегрироваться в Ютуб, сегодня играем в Дизонород, поэтому переходите по ссылочке в описании, twitch.tv и погнали бахать вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok